В порядке работы Государственной Думы сегодня в третьем чтении 104 вопроса. Курортный сбор идет под номером 4 со специальной пометкой «Напротив», что означает законопроект, на который депутаты должны обратить свое внимание в первую очередь. Введение курортного сбора вызвало бурное обсуждение среди народных избранников. Первым словом взял Владимир Жириновский. Выступал, как всегда, эмоционально, но проект поддержал. Против оказались коммунисты и справедливая Россия. «За» свои голоса отдали единороссы. В итоге курортный сбор принят. В поддержку нового закона перед депутатами выступил губернатор Краснодарского края. Его участие в пленарном заседании, как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, стало историческим. За всю историю Государственной Думы первый губернатор, который выступает с центральной трибуны парламента, мне вот подсказывает, давайте поприветствуем. Дай бог не последний, да? По мнению Венимина Кондратьева, курортный сбор станет не налогом на туристов, а дополнительным источником дохода, который поможет муниципалитетам заняться благоустройством, уборкой пляжей, озеленением и, самое главное, обновлением инфраструктурных сетей, нагрузка на которую высокий сезон идет на пределе. Только в прошлом году на Кубани отдохнули почти 16 миллионов человек. Сегодня, безусловно, мы отвлекаем, расходуем деньги из курортных городов, бюджетов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе и на набережные, и на пляжи, и все, что окружает того туриста, который приехал. Но поймите, что мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже будут люди. Мы их забираем и не возвращаем, потому что возвращать нечего. Ведь никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, ни в Туапсе, я уже не говорю про Ейский, Тембрюк, последние 30 лет не было. Не надо бояться принять этот закон. Во-первых, мы не враги сами себе, я имею в виду власти и краевые, и муниципальные. Если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы просто этот сбор обнулим. При наличии этого закона смело можем смотреть в завтрашний день курорты Краснодарского края и смело идти к развитию курортной сферы с завтрашнего дня. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнем. Лишь по самым скромным подсчетам на подготовку к курортному сезону Краснодарский край ежегодно тратит больше 5 миллиардов рублей. Деньги, полученные за время наплыва туристов, даже наполовину не покрывают расходы на благоустройство пляжей, содержание дорог и уборку мусора. Например, Анапа в прошлом году на отдыхе заработала 192 миллиона рублей, а на подготовку к лету потратила 420 миллионов. Похожая история и в Геленджике. Именно инфраструктура – основной сдерживающий фактор развития курортов. И сами люди хотят, чтобы они стали лучше. Глава Геленджика уверен – новый закон не отпугнет туристов. Мы делали опрос среди наших отдыхающих. Еще в прошлом году, когда была озвучена эта тема по курортному сбору, то я хочу сказать, что мы нашли почти стопроцентную поддержку со стороны отдыхающих. Самое главное сегодня – отработать алгоритм реализации этого проекта. Курортный сбор в качестве эксперимента заработает с мая 2018 года в четырех регионах России. В Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в Крыму. В первый год действия закона максимальная сумма сбора не превысит 50 рублей в сутки с человека. Кубанским депутатам Госдумы вместе со своими коллегами из других регионов удалось добиться изменения проекта, чтобы размер сбора устанавливали непосредственно в самих курортных городах. Утверждать эту цифру будут уже в законодательном собрании. Еще раз повторюсь, эта планка может быть и 40, и 30, и 25, и 10, в зависимости от решений региональных и муниципальных властей. Второй год и последующий планка будет поднята до 100 рублей. То есть это тот максимальный предел, который может быть принят и который может взыматься. При этом курортный сбор может быть и вовсе обнулен. Например, в межсезонье или зимой. Также важно, уверены законотворцы, что деньги, полученные от туристов, останутся именно в тех городах, где они отдыхали. Никаких федеральных перераспределений и фильтров. Сколько заработали, столько и осталось на развитии инфраструктуры. Механизм очень гибкий и позволяет в одном и том же регионе устанавливать разные суммы. Как сравнить Сочи и Станицу Голубицкую Краснодарского края? И, наверное, то, что в Сочи 100 рублей, даже 50 рублей для граждан, которые отдыхают на Красной Поляне, может быть, не будет существенным таким вложением. То в Станице Голубицкой, наверное, все-таки граждане совершенно другими доходами отдыхают. И для них, возможно, и эта сумма будет большая. Более того, теперь мы можем сами в регионах включать дополнительно льготные категории граждан. Например, платить не обязаны жители курортного региона, несовершеннолетние, малоимущие, студенты, очники и ряд социальных льготников. Также от сбора освобождаются те, кто направлен на реабилитацию в санатории. Сам платеж оформляться будет в гостиницах и отелях отдельным счетом. Никаких специально созданных для этого операторов не будет. Такое решение принято, чтобы исключить посредников, а значит, возможность финансовых махинаций. Деньги напрямую попадают в местные бюджеты. А следить за тем, чтобы они направлялись по назначению, будут общественные советы в регионах и комиссия в федеральном парламенте. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань, 24, Москва.